В эфире новости Карелии. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. В целом, несмотря на пандемию, мы продемонстрировали с вами рост показателей. Глава республики сегодня работает в Сигежском районе. Он посетил промышленные предприятия и социальные объекты. Это датчик углекислого газа. Сейчас индикатор красный, а это означает, что очень много углекислого газа находится в воздухе, в котором мы дышим. Поскольку индикатор красный, нельзя этим воздухом дышать. С помощью эко-чемоданчика школьников учат экономить электричество, воду и тепло. Мы давно хотели сделать такую точку притяжения, потому что те выставочные пространства, которые есть в электрозаводске, они другие. По-новому взглянуть на привычные стереотипы предлагают в современном арт-пространстве столицы Карелии. В Сигежском районе расширяется производство радиаторов отопления. В 2021 году число выпускаемых моделей будет увеличено с 7 до 11. Сегодня об этом рассказали главе Карелии во время рабочего визита на предприятие «Русский радиатор в Надвойцах». Более разнообразный ассортимент позволит изготавливать батареи под различные размеры и параметры помещений. Артур Порпенчиков посетил и дата-центр, который также находится на промплощадке Надвойцкого алюминиевого завода. В целом, несмотря на пандемию, мы продемонстрировали с вами рост показателей. Индекс промышленного производства за январь-декабрь прошлого года у нас составил более 102%. Подробности о направлениях развития Сигежского района и о рабочей поездке главы Карелии смотрите в завтрашнем выпуске новостей. В двух районах Карелии – Сартовальском и Лахденпохском – планируется ввести туристический сбор. Такую инициативу представители власти озвучили во время онлайн-совещания по социально-экономическому развитию Сартовальского района. Полученные деньги направят на улучшение инфраструктуры, увеличение количества гостиниц, повышение качества организации отдыха в республике. По статистике, пятая часть туристов в Карелии посещает Сартовалу. Было бы неправильно, если бы при такой серьезной туристической нагрузке на район мы не приняли бы какие-то решения в части сбора дополнительных средств на развитие самого района. В ходе онлайн-совещания также отметили, что в 2021 году в Сартовале завершится строительство нового детского сада и водопроводной очистной станции. На будущие годы намечено возведение спортивного трамплина и конькобежной дорожки с искусственным льдом. Расширение и открытие новых производств планируется в топливном и форелеводческом бизнесах. Это позволит привлечь еще больше инвестиций. В период пандемии их приток в экономику Сартовальского района увеличился почти на 20%. По объему инвестиций здесь уже было сказано, что по району хорошая динамика. Мы отмечаем рост по крупным и средним предприятиям, пока есть статистика, за 9 месяцев это 432 миллиона рублей. Полученные инвестиции позволят в числе прочего значительно реорганизовать систему оказания медицинской помощи. Построить ФАПы в поселках Рускеала, Зазерный, Пуйкала, Маткоселька и Партала и врачебную амбулаторию в Каламо. В планах ремонт главного корпуса Сартовальской центральной районной больницы и детской поликлиники, врачебных амбулаторий в поселках Вертселя, Хаапалампе и Хилюля. «Зеленые глаза» – экологический проект с таким названием придумали в детско-юношеском центре. Один из педагогов Александр Блышко, вооружившись эко-чемоданчиком, проводит занятия со школьниками города. При помощи специальных приборов ребята обследуют школьные классы и коридоры, учатся экономить воду, узнают о теплопотерях и правильном потреблении электричества. На занятиях в школе искусств побывала и Виктория Швецова. «Что за приборчик у тебя в руках?» «Тепловизор». «Умеешь уже пользоваться?» «Да, умею». «И какие показатели у вас?» «Люди тепленькие». «Тепловизор, конечно, нужен для других измерений. Сейчас петрозаводская школьница Алина Мугандина проверит, не уходит ли тепло через окна». «Как результаты?» «Утечки нет». А для того, чтобы узнать, достаточно ли света в классе, пригодится люксометр. «70 и 8». «А достаточно этого?» «Да». При помощи специального эко-чемоданчика ребята обследуют свой класс и другие помещения школы, выявляют проблемы. А после размышляют, как оптимизировать потребление электричества, уменьшить расход воды, правильно организовать процессы проветривания. «Это датчик углекислого газа. Сейчас индикатор красный, а это означает, что очень много углекислого газа находится в воздухе, в котором мы дышим. Поскольку индикатор красный, нельзя этим воздухом дышать». Умение использовать приборы эко-чемоданчика – это основа проекта под названием «Зелёные глаза». Его придумали педагоги детско-юношеского центра. Главная цель – познакомить школьников с основными экологическими проблемами современности и искать пути их решения. На таких занятиях дети задумываются о разумном потреблении ресурсов. Тот опыт, который получили в школе, могут перенести в повседневную жизнь. И часто экология у нас ассоциируется с какими-то обычными субботниками, уборками. А на наш взгляд, вопросы экологии нужно рассматривать именно как вопросы ресурсосбережения, энергосбережения. На сегодняшнем занятии детям предстояло ответить на вопросы, как они сами могут улучшить свой класс. Они подготовили предложение. «Когда станет достаточно светло, можно открывать жалюзи и выключать свет». «Открываешь кран, пока мылешь руки, кран закрыт, а потом открываешь и продолжаешь дальше мыть». «Плюс можно ставить определенные временные рамки на мытье рук». Среди других мероприятий проекта – поездка на базу Маткачи, специальную площадку эколог-биологического центра. Там школьники познакомятся с зелеными технологиями ближе, увидят работу солнечных батарей, тепловых экранов, научатся разделять отходы. Виктория Швецова, Сергей Беляев, Служба новостей. В Карельском поселке начался отлов бездомных собак. В столице республики увеличат штрафы за нарушение тишины. С местными предпринимателями встретился президент Союза пекарей. Подробности расскажем коротко. Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, который пытался забрать из школы чужого ребенка. Он сообщил девочке, что прийти за ней попросила мама. В поселке Пряжа специалисты начали отлов бездомных собак. Накануне сообщалось, что стая животных набросилась на двух третиклассников. За прошедшие сутки в Карелии от коронавируса скончался один пациент. Петрозаводчанка 58-го года рождения. Вывели ковид у 103-х человек, выздоровели 136. С двух до пяти тысяч рублей может увеличиться максимальный размер штрафов за нарушение тишины и покоя граждан. Соответствующий законопроект одобрили в первом чтении депутаты карельского парламента. Президент Российского союза пекарей посетил Петрозаводск. На встрече с местными предпринимателями он обсудил вопросы развития хлебопекарной отрасли и регулирования цен на хлеб. В новом необычном пространстве Петрозаводска открылась первая выставка «Харри Шоттер и проклятие белой комнаты». Эта галерея не для каждого посетителя, и именно в этом ее изюминка. Наталья Лина расскажет, каким авторы проекта видят современное искусство и своего зрителя. Творческие люди, как и пространство Лонгард Галери, требуют к себе соответствующего подхода. Решили мы и отодвинули на задний план некоторые традиционные представления об интервью с владельцем галереи. Собственно, как и московские кураторы выставки, авторы всех представленных здесь арт-объектов Елена Шевелёва и Эдуард Крылов, решили обыграть тему стереотипов современного искусства и показать, что в итоге получилось. Вместе со зрителем поразмышлять над этим и даже посмеяться. Мы давно хотели сделать такую точку притяжения, потому что те выставочные пространства, которые есть в Петрозаводске, они другие. То есть мы хотим немножко быть о другом, независимыми, баловаться, развлекаться, и нам никто шапки за это не даст. Всё начинается уже с названия «Харри Шоттер и проклятие белой комнаты» и отсылкой к известному фильму, основное действие которого разворачивалось в туалетной комнате. Там всё зашифровано кураторами и про белую комнату, тайны белой комнаты. То есть мы привыкли, что все выставочные пространства, они находятся в белом купе. То есть белая комната, всё стерильное, всё чистое, и мы немножко обыгрываем эту тему и хулиганим. Так мусор или куча земли в выставочном пространстве авторы превратили в настоящие экспонаты, подобно тому, как это делал в своём искусстве гениальный новатор первой половины 20-го столетия Марсель Дюшан. Многие художники опять-таки работают с мусором. И очень часто на выставках бывает, когда во время уборки помещения работу выкидывают. И у нас произошла та же самая история. Я от этого вообще кайфовал. То есть это самое крутое, что могло произойти. А после этого работа? Это кайф. Здесь есть возможность у зрителя подумать, а что же, давайте поиграем. Что это такое? Что ты видишь? Приём психолога, да? И очень много художников сейчас до сих пор с такими вещами балуются. И мы опять-таки затронули эту тему. Игра со смыслами, формами, провокация, переворачивание привычного восприятия, средства выражения авторов современного искусства, их язык. Насколько мы восприимчивы к такого рода общению решать нам самим. Впрочем, главная цель, которую преследовали создатели выставки, чтобы зритель получил эмоции и не оставался равнодушным. Наталья Ильина, Максим Зверев, Служба новостей. В Карелии благодаря сотрудничеству России и Финляндии появились новые технические возможности для звукозаписи симфонических оркестров и онлайн-трансляций. В результате развития партнёрской сети проекта «Большая музыка для малых городов», которая реализуется в рамках программы приграниченного сотрудничества «Россия и Карелия», в Петрозаводске открылся съёмочный павильон, аналогов которому в регионах России пока нет. О техническом оснащении и о планах на будущее участники и партнёры проекта рассказали на пресс-конференции. С подробностями Юлия Степанова. Показать, что сотрудничество в искусстве может сделать небольшой город, центром притяжения, а культурные инициативы принесут конкретную практическую пользу для развития территории. И есть миссия проекта «Большая музыка для малых городов». Несмотря на пандемию, весь 2020 год международная команда активно работала по обе стороны российско-финской границы и на традиционном зимнем фестивале в Йоэнсу прозвучали новые симфонические произведения, в том числе и в исполнении оркестра Карельской государственной филармонии, в онлайн-формате. Супер нужно и супер интересно для нас. Это оказалось ступенькой в развитии нашего учреждения и ступенькой, безусловно, в развитии сотрудничества. Провести онлайн-трансляцию концерта возможно только при наличии профессиональной техники, персонала и пространства. Так в Петрозаводске появился специальный павильон. Его возвели всего за полтора месяца. Данный павильон представляет собой полный трансформер, полное преобразование техническое возможно. Возможно работать с большими декорациями вплоть до заезда в павильон техники. Съемки кино и телепередач, музыкальных клипов и спектаклей, деловых мероприятий и концертов. Все это возможно благодаря техническому оснащению и профессиональному коллективу площадки. К примеру, в трансляции симфонического концерта 28 февраля было задействовано 10 человек. Специалист по трансляции, режиссер, звукорежиссер, видеооператоры и художник по свету. Мы всегда стараемся сделать свою работу так, чтобы трансляция, или живой концерт, или что-то, чтобы все было идеально. Поскольку сейчас очень мало возможностей для людей посещать концерты вживую, то значит наша задача сделать так, чтобы онлайн-концерт был в любом случае не хуже. Тем временем на сцене павильона выступил оркестр Карельской филармонии из 70 человек. Площадок такого размера в Карельской столице еще не было. А это при необходимости может вместить и максимальный состав оркестра – 88 музыкантов. Юлия Степанова, Борис Касьянов, Служба новостей. Ансамбль песни и танца «Кантели» презентовал новую программу «Кантели. Восход». На ее создание ушло 8 месяцев. Как прошла премьера, увидела наша съемочная группа. Особенность нашей программы «Новой» состоит в том, что артисты для себя очень много нового постигли и открыли. И совершенно с новых каких-то сторон сами на себя посмотрели, поскольку вокалисты у нас прекрасно затанцевали. Балет у нас, танцевальная группа мужчины стали очень классно петь. «Кантели» освоили новые для себя музыкальные инструменты. Так что мы для себя всегда стремимся в каждой из наших программ сделать какой-то новый такой виток и по-новому как-то себя тоже представить. Рассказать о этой программе любому абсолютно зрителю, я думаю, что очень многие найдут в ней что-то новое, откроют для себя какие-то новые вещи, новые знания, можно положить. Вепсы, Южная Карелия, Северная Карелия. Вот на основе легенд этих народов создана эта программа. Такие все улыбаются, все танцуют с душой. Это вот смотреть прямо одно удовольствие. Прям хочется самим стать и попрыгать вместе с ребятами. АПЛОДИСМЕНТЫ Таковы главные новости на сегодня. О них вам рассказали Данил Чиненов и Служба новостей. Берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...